Давайте мы пригласим следующих участников на сцене Марина Артёмова, Алиса Семихат, Екатерина Крипак из города Харьков. Украина, я люблю тебя! Привет! Здравствуйте! Здравствуйте, девочки! Дим, поговори, пока мы посмотрим. Хотел предложить то же самое. Да. Девчонки, вы приехали из Харькова. Да. Понятно. Девочки, а вот смотрите, род занятий, у вас написано лагерь. Да, лагерь. Просто мы хотели узнать адресок лагеря. Ну не только лагеря, но лагеря. Не концлагерь, но лагерь. Ну мы как концы и не концлагерь. Вы концы. Пускай. Не при концы. Не, подожди, вожатые, да? Да. А, работаете вожатые. Это так, где просто Саша и Сережа, лагерь, 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 там не жизнь, а сахер. Вот это благодаря девочкам. Да смешно. Да нет. Слушайте, а вот это хобби, варим собак, это что такое? Варим кушать собакам. А, варим собакам. Кушать. Женя немножко не увидел. Ну у нас там собак много, и мы в лагере. Я думаю. Девочки, значит вы студентки какие-то, студентки, и летом ездите в лагерь. Да. Или школьницы вы еще, не пойму просто. Ну, как вам угодно. Смотря когда. Как вам угодно. А, может быть пожарные. Как вам угодно. Нам угодно, девчата. Нам угодно, чтобы вы нас размешили. Скажите, а это случайность, что блондинка, брюнетка и рыжеволосая красотка вышли на сцену? Или так совпадение? Ну, так сложилось с судьбой. С судьбою. Мы верим в судьбу. Судьба так распорядилась. Так она поступила. Мы шли, шли, видим ее. Мы шли, шли и взяли ее. Да. Взяли. Удачи вам девочки. Судьба возьмешь у нас? Он говорит, да. Так, все, тихо. Вы можете взять одну тысячу гривен прямо сейчас. Спасибо, что продолжил. За одну минуту смеха комиков. Готовы начать? Да. Желаю вам удачи. Тебе скучно-одиноко? Тебе нечем заняться холодными осенними вечерами? Тебя бросили друзья? Заходи к нам в Харьковский дельфинарий Немо. Женя! Ты только что подарил девушкам одну тысячу гривен. Поздравляю. Ты просто не хочешь, чтобы девочки уходили? Да. Зачем ты это говоришь? Хорошо, все, я понял. Я надеюсь, что каждая из вас проявит свой талант в нашем шоу. Привет. Привет. А можно развернуться? Вы же выступали. Развернуться можно, конечно. Привет, теперь я вас узнаю. Привет. Привет. Ну тогда правила вы знаете прекрасно. Да. Продолжите? Да. Потому что мы хотели бы продлить. Ха-ха. Ну что ж. Катя, что ты делаешь? Зачем ты мешаешь нам заниматься нашим любимым делом? А что, уже легализировали? Сталин таксист. Киев, Днепропетровск, Воркута, Магадан, Сибирь. Сейчас каждый из вас узнает себя в этой ситуации. Итак, представьте. Утро, семья, где-то между холодильником и стеной. Мам, а что нормального пакета нет? Так представьте, утка-гусь. Казался простой гусь. Ну давайте посмотрим на это сбоку. Утка. А в жизни курица к курицей. Алиса. В магазине. Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, сыр российский, воду березовскую и конфеты. Вечерний Киев. Вечерний Киев. Киев. Ла-ла-ла-ла. Ехал грека. Ну, блин. Ну что такое? Закончились две минуты наслаждения. Ребята, вы слушали? Конечно. Я слушал внимательно. Мне кажется, почему первая шутка вызвала улыбку у Жени, а далее не было этого. Потому что, допустим, истории простальные, мы понимаем, девочки, что вы это сочиняете, и все, и вы там не просто блонды, а умные девчонки, да? Но просто это очень неорганично. Ну, то есть, я имею в виду, это не может быть смешно, когда вы показываете таксистов. Понимаете, вы совершенно по-другому выглядите. Нет. Я просто сказал сомнение. Вы знаете, а я, наоборот, очень горжусь девочками, они не боятся быть смешными. Нет, да. Спасибо. Это здорово. Молодцы. Сегодня не повезло. Мы будем рады, если вы снова вернетесь. Пока. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Посмеши свечного, сделай, чтобы они спьянся. Посмеши свечного, и под столом валяться. Мне кажется, они засмотрелись. Да, они просто обращали внимание не на шутки, а на нашу красоту. Да. А ведь они комики. А мы красивые. Должны знать. Все. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин